Всем привет! Зима наступила, начались плановые ремонты досок джитсерф. Вот такой комплект был у меня на ремонте. Сейчас расскажу, что здесь делалось и как можно решить некоторые проблемы. Начнем с того, что вот такое было в родном блоке. Что-то здесь сгорело. Коммутатор тоже подпаленный был. В итоге пробовал отремонтировать его блок, убрал плату управления, оставил только коммутатор. Доска вроде заводилась, но через 30 секунд глохла. И потом вообще через раз она начала. То заводилась, то нет. Коммутатор выкинул оттуда. В блоке сейчас стоит новая плата управления, упрощенная на релюшках и транзисторах. И стоит коммутатор AF36. Также пришлось поэтому поменять датчик, убрать его родной датчик холла и установить индуктивный датчик по 36 коммутатор, который стоит в блоке. На муфте проточку сделал и поставил кольцо с шторкой. Теперь его можно регулировать и угол опережения менять. Что в блоке еще добавилось. Доска это была старенькая, у нее системы откачки не было. Сюда же в блок поместилась у меня маленькая схемка на откачку воды. Вот такой провод вывел и вот он моторчик на штекерах. Раньше я эту систему делал отдельно, она была в доске. Здесь у меня получилось все установить в блоке. Кстати моторчик нашего производства российский. Мне он очень понравился. Раньше использовалось приворы моторчики, но они шумные, гремят, ломаются. Это более по качеству, чуть-чуть он дороже, но работает хорошо. Даже сейчас это кстати два контакта. Когда вода дойдет до этого уровня, моторчик включится и заработает. Сама схема на транзисторе в блоке стоит. Сейчас моторчик даже замкну. Если будет слышно, послушайте, как он тихо работает. Тихо, мягко. Так, дальше что здесь. Так как поменял коммутатор, выкинул его родной. Он был с катушкой. Внутренняя катушка была, только бронепровод выходил. Сейчас катушка выносная. Катушка от мопеда. Колпачок другой поменял здесь. И была маленькая свечка. Пересверлил отверстие, нарезал новую резьбу под большую свечку, чтобы не было проблем и замене. В любом магазине можно купить. Свечка, кстати, с резьбой. Такие на свечнике лучше держатся. Кстати, еще любители все доски пропшикивать ВД-шкой, колпачок ВД-шкой брызгать не надо. Его нужно, если даже ВД-шкой брызгаете, побрызгаете, потом нас хавутит. Потому что если будет ВД-шка, он будет слетать постоянно. Так, дальше. Что по двигателю делал? Не знаю, как он работал до этого, что с ним было. Двигатель полностью разобрал. Картер разбирал, заново на герметик посадил. Обгонная муфта была. В плачевном состоянии сыпаться начало. Новую обгонную муфту поставил. На этом двигателе единственная проблема уже была. На шейке коленвала коррозия. Поэтому придется муфту менять чаще здесь. Ну еще можно покатать на нем. В стартере, кстати, старого бросая заметил, не на всех. На одних диод стоит внутри, на других нет. Диод этот нужно ставить. Диод сюда вставил. По ручке, по ручке что сделалось? На ручке просто промазался тросик полностью компрессором, продулся с ВД-шкой. Теперь даже вот сейчас тут большие изгибы всякие, тросик легко ходит, курок отбрасывается. И поменял шнурок. Шнурок здесь был, кстати, не знаю, где-то он валяется. Вот такой шнурок был, просто веревка. Она толстая, неудобная и не факт, что она крепкая. Шнурок этот, кстати, тоненький, но очень крепкий. Это шнурок. Он продается метражом в магазинах, для заводки на триммеры, для старта. Можно хоть метр, хоть два купить. Шнурок поменял. Ну и, в принципе, все, что по нему было сделано. Сейчас попробую заведу. Единственное, сейчас двигатель заведется, но работать так как газки не будет, потому что нету резонатора, во-первых, здесь сейчас и нету нагрузки. И как карбюратор тоже не настроен. Это все вообще правильно делать с резонатором и чтобы подключенный вал был присоединен. Это буду делать на воде, а сейчас просто мы... А, еще, что самое главное, это при таком исполнении блока, когда я переделываю и убираю заводскую плату, в которой раньше была задержка, при вставлении чеки 5 секунд она заводилась. Сейчас в блоке такого нету. Чеку я ставил, ставил чеку, включилось зажигание, но двигатель сам не заведется. Сейчас в нем кнопка теперь. Возле ручки отверстие сделалось и кнопка вставится и будет заводиться с кнопки. Ну, для меня как кнопкой удобнее заводить намного, то есть контролируешь процесс заводки и даже если вдруг упадешь с доски чека на месте, нажал кнопку, он сразу завелась и поехал дальше. Сейчас заведу я. Прокачать надо по-хорошему. Прокачаем вначале. Заводится, обороты набирает. Но опять же повторюсь, надо все настраивать с резонатором и с нагрузкой. Так что все, теперь надо будет это все воткнуть в доску, поехать на воду настроить, испытать, прокатиться и отправлю хозяину. Надеюсь, он будет доволен, будет все работать, так как сейчас все стало, можно сказать, попроще и понадежнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...